МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу события в студии прямого эфира Илья Кокарев. Здравствуйте. И пока коротко о том, что вы увидите в этом выпуске. Короткая передышка. Пензенский участник специальной военной операции приехал в отпуск с медалью за отвагу. Награда для меня действительно очень важна, потому что такая награда бьется у моего деда. Новая жизнь дома искусств Сердобска. Учреждение культуры получило современное оснащение. Световое оборудование приобрели, оргтехнику. И то, что нам было так необходимо, это одежда сцены. И решение квартирного вопроса с помощью губернаторского жилищного сертификата. В 2023-м на это из бюджета выделено 78 миллионов рублей. Семьи могут, так сказать, переложить на государство, ну, достаточно солидную, значит, сумму затрат. Жители Пензенской области, призванные в ряды вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации, начали возвращаться домой в краткосрочные отпуска. С одним из бойцов, который проявил мужество в ходе спецоперации и удостоился государственной награды медали за отвагу, встретился губернатор Олег Мельниченко. Все подробности в первом материале выпуска. На военной форме Александра красуются шесть медалей. Пять из них он получил, будучи сотрудником Росгвардии. Но главную за отвагу, за проявленную доблесть в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной республики с государственной наградой Пензенца поздравил губернатор. Я рад, что вы приехали в отпуск, живой, здоровый. Я хочу вас поздравить с заслуженной государственной наградой, медалью за отвагу. Вы знаете, что даже в Великой Отечественной войне эта награда считалась выше всяких орденов. Поэтому поздравляю вас. Награда для меня считается действительно очень важной, потому что такая награда бейтся у моего деда. Он дошел до Берлина, у него три медали за отвагу. Он был танкистом, был ранен. На встрече с губернатором участник группировки «Отважный» рассказывает, что был мобилизован в конце сентября и поначалу приходилось непросто, даже несмотря на имеющийся за плечами боевой опыт. Но постепенно все нормализовалось. Военнослужащие, заверил Александр, делают для победы все возможное, как на передовой, так и в тылу. Проводим сейчас воспитательную работу, помимо этого еще с местным населением. Потому что люди еще немножко каждый день отошли от той власти, которая была. Но уже есть результаты. Люди стали возвращаться домой, много появилось детей. Впереди у бойца несколько дней отпуска, который он проведет со своей семьей. Затем вновь вернется в зону СВО. Дед мой лично бы гордился. Я бы ему сказал так. Вы били нацизм, а я его продолжаю бить. И нацизм не пройдет. К другим темам. В Доме искусств города Сердобска проведена модернизация. Теперь в учреждении созданы все условия для работы почти двух десятков творческих объединений, действующих там. Алексей Юшин в этом убедился. Это не гастрольное выступление столичной звезды, а всего лишь репетиции солиста в концертном зале Сердобского дома искусств. После приобретения сюда современного оборудования исполнение артистами даже старых песен буквально заиграло новыми красками. Благодаря выделенным денежным средствам мы приобрели световое оборудование, приобрели оргтехнику. И то, что нам было так необходимо, это одежда сцены. Под этим красивым термином из артистической среды подразумевается антрактно-раздвижной занавес, его верхняя часть – орликин и кулисы. Все это необходимо, чтобы усилить впечатление зрителя от концертов. Народная программа партии «Единой России» формировалась с учетом всех жителей России, Пензенской области и, конечно же, Сердобского района. Дом искусств, как и районный дом культуры, нуждались в серьезном ремонте. И с учетом мнения жителей всего Сердобского района, именно эти проекты вошли в программу, в народную программу «Единой России». На базе Дома искусств работает театральная студия, вокальные и хореографические коллективы. Всего здесь занято творчеством порядка 400 человек. Для репетиций также оборудованы отдельные залы. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Оценить новое оформление сцены местные жители смогут 4 февраля, когда в Доме искусств пройдет 10-й межрегиональный фестиваль авторской песни «Большая медведица». Участие в нем примут известные исполнители из Москвы, Саратовской области, Ульяновска и, конечно же, представители нашего региона. А в Государственном архиве Пензенской области теперь есть новое электронное хранилище данных. Оно позволяет не просто складировать отсканированные файлы, но и осуществлять их резервное копирование. Ведь с каждым днем отцифрованных документов становится все больше. Эта работа ведется ежедневно. Светлана Демина увидела, как это происходит. Главный специалист Центра изучения истории Пензенского края Института регионального развития Ольга Колпакова в Государственном архиве бывает минимум дважды в неделю. Сейчас она готовит статью о деятельности церковно-приходских школ в 19-20 веках. А здесь без изучения документов не обойтись. Раньше это было чаще. Работа происходила в целях подготовки кандидатской диссертации. Сейчас уже появились различные разветвления моей исследовательской работы, с чем связана как раз работа и с делами здесь, но и в частности с описями, которые оцифрованы и находятся в электронном виде. Для современных исследователей это является достаточно удобным, так как это позволяет оперативно, удаленно обратиться к необходимой информации. К тому же это сокращает временные затраты на обработку, поиск информации. Работа по оцифровке исторических документов в Пензенском госархиве ведется с 2012 года. За это время в учреждении появились два современных сканера. Ежедневно в электронный вид здесь переводят около 700 страниц книг. Здесь вот у нас на бланке заказа указан архивный шифр, номер фонда, номер описи, номер дела. Здесь я вот, соответственно, ввожу данные вот этого шифра на экране, ввожу номера страниц, которые необходимо отсканировать. Предварительно я настроила автофокус, чтобы изображение получилось четким. Правда, чтобы отсканировать некоторые документы, приходится проявить изобретательность. Имеющиеся приборы рассчитаны на издание толщиной не более 10 сантиметров. А в Госархиве, где собрана 400-летняя история региона, встречаются и такие, толщина которых превышает 50 сантиметров. В основном, это метрические книги. Их здесь свыше 6 тысяч. У нас в работе два замечательных сканера, но нам не хватает еще одного сканера с глубокой колыбелью, в котором мы могли бы сканировать и оцифровывать метрические книги. Вы сегодня тоже видели, да, объем наших документов, и не все сканеры, которые есть у нас в наличии, справляются с этой работой. В настоящее время Министерством по делам архивов Пензенской области прорабатывается вопрос обращения губернатора Пензенской области о приобретении нового сканера, который будет позволять проводить работу по оцифровке метрических книг вот таких размеров. Зато проблему с хранением оцифрованных документов удалось решить в минувшем году. При поддержке губернатора Олега Мельниченко для учреждения был приобретен новый сервер. Он состоит из двух блоков. Один служит непосредственно как накопитель. Во втором ведется резервное копирование. На приобретение оборудования из областного бюджета было выделено около 10,5 миллионов рублей. Свои же личные условия с помощью губернаторского сертификата в прошлом году улучшили почти 200 молодых семей. В этом их число увеличится. О том, какие условия нужно выполнить, чтобы стать участником такой программы, расскажем далее. На все подобные вопросы сотрудницы управления соцзащиты у Татьяны Советкиной ответы уже давно готовы. Они с мужем начали обсуждать планировку в доме своей мечты за много лет до его покупки. Рассчитывали кредит в банке, копили собственные средства, но до нужной суммы им все равно не хватало. Поэтому 328 тысяч, полученные в прошлом году по губернаторскому жилищному сертификату, пришлись как раз к стати. Фактически, с учетом этого губернаторского жилищного сертификата, семьи могут переложить на государство достаточно солидную сумму затрат, которые они несут в связи со строительством либо приобретением нового жилья. Эта программа по сравнению со многими другими предоставляет семьям множество вариантов использования полученных денег. Их можно потратить на покупку квартиры в новостройке, вторичного жилья, дома, а также на погашение ранее полученного ипотечного кредита. У нас были свои накопленные средства, то есть мы добавили сертификат на эту сумму и приобрели большой, красивый дом, которым очень мечтали долгое время. Поэтому мы будем своей большой семьей жить в этом прекрасном доме. Для получения сертификата есть ряд условий. Главная семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. На каждого может приходиться менее 10 квадратных метров. Есть и другие требования. Если ребенок рожден в течение 12 месяцев после заключения брака, на период подачи заявлений и необходимых документов родителям должно быть не старше 28 лет, а ребенку не старше трех лет. Значит, выплата активно используется, ее эффективность доказана, скажем так, годами. Всего же в этом году такие сертификаты получат 239 семей. На это из бюджета выделено 78 миллионов рублей. Культурная семья это название нового проекта, который стартовал в Пенде. Его главная цель рассказать об уникальном наследии нашей области не только взрослым, но и юным жителям региона в формате игры. Организаторы подготовили целый цикл интересных встреч. На первой побывала моя коллега Анна Ворнова. Свободных мест в зале Центральной городской публичной библиотеки нет. В числе тех, кто пришел сюда, в основном постоянные читатели. Целыми семьями они стали участниками большого интеллектуального квиза, посвященного историко-культурному наследию региона. Любой проект Белинской библиотеки мы поддерживаем. Летом были мероприятия, мы с удовольствием посещали по выходным книжные привалы, театральная деятельность была. И, конечно, решили посетить мероприятие. Это потому, что я считаю, что дети, ну и взрослые, тоже должны знать историю своего родного края и, соответственно, своего родного города. А уж если это представляется тем более в такой вот развлекательной форме. В игре участвуют восемь команд, и каждый нужно правильно ответить на вопросы ведущего викторины. Побеждает тот, кто сделает это быстрее всех. Это 40 интересных вопросов, составленных с юмором, с иронией, об истории пензенских театров, о хорошей литературе, о художниках-иллюстраторах, которые рассказывают вот такую хорошую, добрую историю о том, что как здорово читать, как здорово ходить в театр, как здорово ходить в библиотеку. Проигравших в этой игре нет. Все команды получат подарки от областного отделения Союза театральных деятелей России. Все театры Пензы тоже с радостью откликнулись на то, чтобы поддержать эту акцию, потому что призами будут в том числе и приглашения на спектакль пензенских театров, который предназначен для детского или семейного просмотра. И это, во-первых, опять же, тесно связывает библиотеки, чтения с театром. Это приобщает семью. И это, между прочим, тоже связывает наше театральное сообщество воедино, потому что мы вместе помогаем этому, несомненно, полезному, интересному делу. Игры будут проходить раз в месяц на протяжении всего года. В конце февраля желающих соберут в первой городской библиотеке имени Ключевского. Записаться можно по телефону 59 50 18. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах смертельной аварии, которая произошла накануне поздно вечером в Сурске городищенского района. Там сбили пешехода. Трагедия случилась в центре населенного пункта на улице Островского. Но участок дороги там неосвещенный. По предварительной версии 59-летний мужчина шел по краю проезжей части. Судя по повреждениям на японском кроссовере, удар был достаточно сильным. У иномарки заметно поврежден капот и левое крыло. В салоне сработали подушки безопасности. В результате происшествия пешеход, мужчина 1963 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. О том, как минимизировать количество пожаров, говорили сегодня на заседании в региональном правительстве под руководством губернатора. Олег Мельниченко поставил задачу не только максимально активизировать профилактическую работу с населением, но и оборудовать дом каждой семьи из группы риска системой дымового пожарного оповещения. Обо всем по порядку в следующем материале выпуска. 136 возгораний за неполный первый месяц года или более четырех сутки. Неутешительная статистика на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности озвучивает руководство регионального управления МЧС. Из общего числа погибших 8 из 14, то есть 60 процентов находились в состоянии алкогольного опьянения. В группы риска как раз у нас входит более 60 процентов домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, безработные. Основные причины пожара в частном секторе банальны. Неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрического и газового оборудования. Научить граждан избежать трагедии призваны регулярные профилактические рейды сотрудников МЧС. Только с начала года их проведено более 5 тысяч, проинструктировано 40 тысяч человек. Однако, как выяснилось в ходе заседания, не везде эту работу ведут достаточно активно. В отстающих, Пензе, Градище, Бессоновка и Каменка. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов усилить проведение адресной работы с населением, при этом особое внимание уделить местам проживания многодетных семей, неблагополучных семей, лицам, ведущим социальный образ жизни, одиноким, престарелым гражданам и социально неадаптированным гражданам. Параллельно с активизацией профилактической работы губернатор Олег Милинченко поручил выделить дополнительные средства на установку в домах граждан из группы РИСКа систем дымового пожарного оповещения. Но чтобы обеспечить такую категорию на все 100%, по подсчетам необходимо порядка 9 миллионов рублей. Выделите необходимые средства оперативно. Нужно будет довести их до районов, чтобы они эти извещатели поставили по тем категориям лиц, которые у нас больше всего сейчас гибнут при возгораниях. Значит, главам районов, соответственно, чтобы это не превратилось в какие-то там месяцы напряженной работы, надо подготовиться, деньги вам доведут соответствующим образом в решение КЧС это включите. И надо очень оперативно и быстро эти извещатели соответствующим образом закупить и разместить в местах проживания тех категорий граждан, про которых мы сейчас говорим. Также глава региона поставил задачу актуализировать список открытых источников водоснабжения, использование которых возможно при тушении пожаров в сельской местности. На очереди у нас непродолжительный блок рекламы, после которого мы снова вернемся в студию и продолжим. Оставайтесь на экспрессе. Пришло время поговорить о спорте. В Каменке прошли необычные состязания. Там впервые организовали соревнования по управлению дронами. Участие в них принимали школьники, занимающиеся программированием, авиамоделированием и робототехникой. Какие испытания для них приготовили, увидел Алексей Павлов. «Старк». Первый этап соревнований среди пилотов воздушных. Машин самый простой. Нужно поднять дрон, пролететь 10 метров и посадить в контрольную точку. Оценивают и точность приземления, и время, потраченное на это. На втором этапе участникам предстояло пролететь полосу препятствий и выполнить задачу, сфотографировать город. Здесь также на контроле время и точность посадки. С этим справлялись тяжелее, а у кого-то и вовсе аппарат не долетал до финиша. спектр использования данной техники очень широк. В гражданском обществе тоже это от доставки грузов, помощь в нахождении и спасении для различных специальных служб. Очень много. Я думаю, что через пару десятков лет в значительной степени данная техника заменит аппараты, управляемые с помощью пилотов, находящихся на борту. Заключительный третий этап соревнований оказался самым тяжелым для юных участников. Им нужно было запрограммировать летательный аппарат. Вот эти соревнования, они дают возможность популяризировать, найти таланты, которые будут этим заниматься. Ну и плюс к тому же, они как бы создают наше будущее, наших будущих специалистов в перспективной сфере. И многие ребята, которые сейчас управляют этими мини-дронами, вполне возможно будут создавать какие-то предприятия, которые будут заниматься там в сельском хозяйстве, в охране, МЧС, сопровождении, доставке грузов. Соревнования по управлению дронами состоялись в Каменке впервые. В них приняли участие ученики местных школ и гости из Наровчата. Во дворце спорта Буртаса стартовал Кубок России по прыжкам в воду. В нашем городе собрались все самые сильнейшие атлеты страны. Этим утром прошли первые отборочные соревнования. За выступлениями претендентов на награды престижных состязаний наблюдала наша съемочная группа. 44 человека один за другим выходят на трехметровый трамплин. Именно эта дисциплина в понедельник открывала программу Кубка России по прыжкам в воду. Конкуренция здесь очень высокая, а мест в финале всего лишь 12. Поэтому единственный заваленный подход сразу значительно снижал шансы на попадание в следующий раунд. В рамках предварительных соревнований на трехметровый трамплин в финал вышли все сильнейшие атлеты страны. Первыми в числе фаворитов, естественно, называют Никиту Шлейхера и Евгения Кузнецова. Готовиться на самом деле начали еще в сентябре. То есть общая физическая подготовка, потом техническая часть, какие-то элементы начальные, они у нас называются школьные, какие-то полуобороты, полуторные. И постепенно, постепенно, то есть от более легкого к более сложному подходим к основным стартам. Кубок России один из основных сетей. Сейчас предварительно, главное стабильно показать, а уже в финале будем бороться. В общей сложности Кубок России по прыжкам в воду собрал в Пензе около 140 участников, которые приехали из 15 регионов страны. Для многих это первый официальный старт в 2023 году. Как отмечают представители Национальной Федерации, данный турнир – хорошая возможность проверить, в какой форме сейчас находятся ведущие атлеты национальной сборной, а также открыть новые имена. Я очень надеюсь, что мы увидим кого-то из молодых, которые проявят себя. Молодежь, конечно, мы обращаем очень большое внимание сейчас на молодежь, потому что это наше будущее. Кубок России по прыжкам в воду продлится до 3 февраля. Этот турнир является отборочным к евразийским играм, которые пройдут в Саратове. К данному часу у меня все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А далее в эфире фильм «Марис Ришар». Это имя канадского хоккеиста по прозвищу «Ракета». Он был нападающим хоккейного клуба «Монреаль Канадинс» и закончил свою спортивную карьеру в звании лучшего бомбардира в истории лиги. О его выдающейся спортивной карьере, падениях и взлетах, которые были на его пути и о сокрушительной славе, заработанной невероятным трудом на льду, узнаете совсем скоро. Хорошее кино в 20.00 на телеканале «Экспресс». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Завтра на западе Пензенской области облачно с прояснением. Ветер южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 6 градусов. Днем от нуля до плюс 1. В восточных районах Пензенской области облачно с прояснением. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-3 градуса. Днем от нуля до минус 2. В Пензе облачно. Ветер южный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 1 градус. Днем в областном центре плюс 1. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Пенза, встречай! С 30 января свои двери открывает икра и рыба камчатская со свежим уловом. Здесь представлено более 35 видов рыб. Палтус, белорыбеца, нерка, кижуч. Коронный продукт среди камчатского улова, конечно же, чавыча. И куда без свежей красной икры. Крупная, зернистая, вкусная, зернышко к зернышку. Все от производителя. Мы ждем вас до 4 февраля включительно. Торгово-ярмарочный комплекс «Красные холмы». Икра и рыба камчатская снова в Пензе. Рядом с торговым центром «Красные холмы» начал свою работу павильон, куда спешат все гурманы областного центра. На выставке-ярмарке 35 видов морских диких рыб разных пород. Среди них белорыбеца, тунец, палтус, белуга и, конечно, царица лососевых чавыча. Как известно, морепродукты обладают большой пищевой ценностью. Их рекомендуют даже для диетического питания. Рыбу и икру. А почему именно здесь решили купить? А потому что по рекламе прочитал и приехал. А чем нравится? Может, пробовали уже? Да, конечно, я уже не первый раз беру. Икра хорошая у них. Да и рыба хорошая. Рыба выловлена в естественной среде обитания. Доставляют ее самолетами, что позволяет избежать заморозки. Копченые продукты приготовлены исключительно на натуральных опилках яблони, вишни и груши, что придает им особый неповторимый вкус. И куда же без царского угощения? Красные икры, кладези витаминов и минералов. Всегда за икрой ходите сюда? Ждете, когда придет? Да, всегда. Ну, сейчас в данном случае я маме купила. А почему именно эту икру здесь выбираете? Она проверенная, уже гарантия. Берем. Качество нас устраивает. Мы уже, наверное, раз пять уже берем. Да, поэтому, да, нравится нам, берем икру. Вкусная она, поэтому... А в магазине она сколько лежит? Там не знаю, сколько она в магазине лежит. В магазине, да, не знаем. А здесь она свежая прям, как говорится, выловили и привезли. Белую рыбу хочется попробовать. Но это, я думаю, что они до 4-го числа будут. Так что до 4-го числа, может быть, даже и придем и купим. Выставка продажа продлится до субботы, 4-го февраля включительно. Ярмарка икра и рыба Камчатская развернулась в самом центре Пенза, на парковке около торгово-ярмарочного комплекса «Красные холмы».